Зазвездилась ли Кира, на мой взгляд, это однозначно так. Ну, потому что, знаете, вот, когда я это поняла, когда я смотрела интервью, которое у нас вышло с Казахстана, и там мне задали вопрос на том интервью, что вот, когда Кира ходила к Лауре Джугели на интервью, она сказала, что вот там, ну, спасибо тебе, выразила благодарность, я не видела этого момента. Но я помню, Кира, блядь, сидит в моей рубашке там. Но ей не в чем было идти, мы её как-то более-менее приодели, и она пошла на интервью. И я вот посмотрела этот отрывок, и я увидела ту Киру. Вот это та Кира, которая была на проекте, с которой мы познакомились, с которой я помогала там советами и так далее. Это вот тот человек, которого я знаю. Тот человек, который сейчас, я его не знаю. Как-то так. Очень много говорят, что Сёма там на неё плохо влияет и так далее. Но давайте будем трезво оценивать ситуацию. Если бы не Сёма, где бы мы сейчас увидели Киру? У меня нет ответа на этот вопрос. Сёма большой вклад в неё вложила. Помогала ей как-то раскручиваться и так далее, чтобы вы наблюдали контент и так далее и тому подобное. Поэтому давайте чуть-чуть будем благодарны, наверное, Сёме за всё это. Потому что я не вижу, чтобы Кира это одна сделала. Потому что вот она сидела у меня на диване, и она говорит, я вообще не понимаю, как это делать. Как, что, какие сторис, что и как, куда. Поэтому заслуга Сёмы, безусловно, здесь есть. Если там, как вы говорите, Сёма ей вертит, крутит, значит Киру всё устраивает. Уважайте её мнение и всё. Конфликта никакого нет. Забейте хуй и живите дальше.